Многие из влиятельных людей в Соединенных Штатах в сфере торговли и производства боятся. Они знают, что существует сила, организованная, наблюдающая, связанная со всеми и проникающая всюду, о которой они могут сказать что-то в ее осуждении лишь шепотом. Вудро Вильсон, бывший президент Соединенных Штатов. Каждый раз, когда банк дает ссуду, создается новое залоговое обязательство, новый банковский счет, то есть новые деньги. Грэхэм Тауэрс, управляющий Банком Канады. Процесс создания банком денег настолько прост, что ум отказывается в это поверить. Джон Кеннон Гелбрейт, экономист. Дайте мне возможность выпускать и контролировать деньги в государстве, и мне нет дела до того, кто пишет его законы. Мэйер Энсли Мротшильд, банкир. Деньги. Пирамида долгов. В нашей жизни есть две великие тайны – любовь и деньги. На вопрос «Что такое любовь?» люди постоянно пытаются найти ответ. В рассказах, книгах, фильмах, по телевизору. Но такого не скажешь о вопросе «Что такое деньги?». Ничего удивительного в том, что теме теории денег не посвящено ни одного голливудского блокбастера. Но об этом даже ни слова не говорится в школе, в которую мы все когда-то ходили. Для большинства из нас вопрос «Откуда берутся деньги?» вызывает ассоциацию со станком, печатающим банкноты и монеты. Большинство из нас верят в то, что деньги создает правительство. Это верно. Но лишь в определенной мере. Те бумажные и металлические символы стоимости, которые мы считаем деньгами, действительно печатает под отчетный правительство монетный двор. Но большая часть существующих денег создается иначе. Они создаются ежедневно в огромных количествах частными корпорациями, известными нам как банки. Большинство из нас верят, что банки выдают в кредит те деньги, что им доверили вкладчики. Это легко представить, но это неправда. На самом деле, банки создают деньги, которые дают в кредит. Они берутся не из доходов банка, не из денег вкладчиков, а из подписанного должником обещания их вернуть. Подпись в долговой расписке обязует должника вернуть деньги плюс процент, иначе он потеряет дом, машину, то есть то, что является залогом. Это обязательство должника перед банком. А что эта подпись требует от банка? А банк проделывает простой фокус. Он просто записывает сумму на счет должника. Скажете, что это притянуто за уши? Поверить сложно, но это правда. Для иллюстрации того, как возник этот фокус современной банковской системы, вот вам небольшая история. Сказка о ювелире. Когда-то давно в качестве денег выступало все, что угодно. Любая вещь, которую можно было носить с собой. Главное, чтобы все вокруг верили, что это можно обменять на какие-то ценные вещи. Еду, одежду, кровь, ракушки, какао-бобы, красивые камушки и даже перья служили человеку деньгами. Золото и серебро приятны глазу. Они мягкие. Их легко обрабатывать, поэтому некоторые цивилизации владели секретами их обработки. Ювелиры способствовали торговле, отливая монеты. То есть стандартные образцы этих металлов с гарантированной чистотой и весом. Но чтобы обезопасить свое золото, ювелирам потребовалось хранилище. А вскоре и другие горожане стали арендовать у ювелира его сейф, чтобы хранить там свои монеты и ценности. Еще до кредитов ювелир сдавал в аренду ячейки своих сейфов и получал небольшой доход от этого бизнеса. Шли годы, и ювелир заметил, что вкладчики, приходя за своим золотом, никогда не приходили все сразу. Это происходило потому, что долговые расписки, которые подписывал ювелир, принимая на хранение золота, люди использовали на рынке для оплаты наравне с реальным золотом. Такие бумажные деньги были удобнее, чем тяжелые монеты, а сумму можно было просто записывать, а не считать монеты при каждой сделке. Тем временем у ювелира появился другой бизнес. Он стал давать свое золото взаймы под проценты. По мере того, как получили хождение долговые расписки в качестве денег, заемщики стали брать ссуды в форме этих бумажек вместо реального золота. По мере развития цивилизации, все больше людей стали обращаться к ювелиру за ссудой. Это навело ювелира на еще лучшую идею. Он знал, что мало кто из его вкладчиков требует назад золота, поэтому он мог бы выдавать чеки под залог чужого золота, принятого на хранение, помимо своего. Если вкладчик получает свое золото назад, какая ему разница, чье это золото? И ювелир, а скорее уже банкир, мог бы получать гораздо больший доход, чем давая в долг под проценты только свое золото. Многие годы ювелир втихаря хорошо зарабатывал, давая ссуды под залог золота своих вкладчиков. Он стал известным ростовщиком, и, будучи богаче других горожан, щеголял этим. Пошли слухи, что он пользуется деньгами своих вкладчиков. Они собрались и потребовали вернуть свое золото, если ювелир не объяснит, откуда взялось его богатство. Эта неприятная ситуация отнюдь не привела ювелира к разорению. Несмотря на двуличность этой схемы, его изначальная идея сработала и на этот раз. Вкладчики ничего не теряли, их золото надежно хранилось в сейфе ювелира, а вместо того, чтобы забрать свое золото, вкладчики потребовали, чтобы ювелир, а теперь уже их банкир, взял бы их в долю, выплачивая им часть своих процентов. Так возникли банки. Банкиры выплачивали небольшой процент своим вкладчикам, а ссуды давали под большие проценты. Разница в процентах покрывала расходы банка и составляла его доход. Логика этой системы проста. На первый взгляд, это разумный способ удовлетворить потребность в кредитах. Но современные банки работают совсем по-другому. Наш ювелир-банкир не был доволен доходом, который оставался после выплаты процентов своим вкладчикам. А спрос на кредиты заметно рос по мере того, как европейцы колонизировали другие страны. Но способность давать ссуды была ограничена количеством золота, хранившимся в сейфе. Так ему пришла в голову еще более дерзкая идея. Поскольку никто, кроме него самого, не знал, что находится в его сейфе, он мог бы выдавать долговые расписки под золото, которого у него и вовсе не было. Если все вкладчики не придут одновременно и не потребуют свое золото, кто об этом узнает? Новая схема прекрасно работала, и банкир сказочно разбогател на процентах от золота, которого не существовало. Идея, что банкир делает деньги из ничего, была слишком смелой, чтобы в нее поверить. Долгое время это даже никому не приходило в голову. Но эта идея пришла в голову ювелиру, как вы уже знаете. В это время сумма кредитов, выдаваемых банкиром, и его баснословное богатство снова вызвали подозрения. Некоторые вкладчики стали требовать золота взамен его бумажного заменителя. Слухи ширились, и несколько богатых вкладчиков потребовали вернуть им золото. Игра закончилась. Толпа вкладчиков, требующих золото, заполнила площадь перед банком. В конце концов, у банкира не оказалось золота и серебра, чтобы расплатиться по бумажкам, которые он выдавал своим вкладчикам. Это называется банкротством, и это то, чего боится любой банкир. Этот феномен разрушил некоторые банки, и, как следовало ожидать, подорвал доверие людей к банкирам. По правде говоря, следовало бы запретить делание денег из ничего. Но кредиты, выдаваемые банкирами, были важны для коммерческой экспансии европейской цивилизации. Поэтому вместо запрета эту практику узаконили. Банкиры согласились ограничить количество несуществующих денег, которые они могли выдавать в кредит. Это число, однако, было намного больше, чем реальные запасы золота и серебра в их хранилищах. Обычно это соотношение составляло 9 несуществующих долларов на 1 золотой. Выполнение этих законов проверялось инспекциями. Также было оговорено, что в чрезвычайных ситуациях Центральный банк поддерживал местные банки вливаниями реального золота. И только если все банки израсходуют свой резерв одновременно, кредитный мыльный пузырь лопнет, и система развалится. Денежная система сегодня. На протяжении многих лет система частичного резерва и подчиненная ей банковская сеть стала господствующей денежной системой в мире. В то же время золотые деньги, обеспечивающие кредитные, практически исчезли. Изменилась сама суть денег. Деньги в настоящем — это чьи-то долги. В прошлом бумажный доллар был распиской, по которой можно было потребовать его стоимость в золоте или серебре. Сегодня за бумажный или цифровой доллар можно получить только другой, бумажный или цифровой доллар. В прошлом кредит частного банка существовал в форме банкнот, выпущенных этим банком. У людей был выбор, они могли отказаться от такого частного платежного средства, впрочем, как и сегодня. В настоящее время кредитный счет частного банка можно обналичить национальной валюте государства. Доллары, евро, фунты, словом, то, что мы обычно считаем деньгами. Государство устанавливает национальную валюту законом, гласящим, что граждане обязаны принимать эти банкноты в качестве долгового платежа под страхом суда. Возникает вопрос, если и правительство, и банки могут создавать деньги, сколько же денег существует вообще? В прошлом количество существующих денег ограничивалось реальным количеством того, что использовалось в качестве денег. Например, для того, чтобы создать новые золотые или серебряные деньги, нужно было сначала добыть золото или серебро в шахте. В настоящее время деньги в буквальном смысле создаются как чей-то долг. Новые деньги возникают каждый раз, когда кто-то берет ссуды в банке. В результате, общее количество создаваемых денег ограничено только общим количеством долгов. Национальный долг США Правительство устанавливает законодательное ограничение на создание новых денег согласно правилу частичного резерва. Процент частичного резерва устанавливается произвольно, и он разный в разных странах и может меняться со временем. В прошлом от банков обычно требовалось иметь в резервном хранилище хотя бы один золотой доллар на десять созданных кредитными счетами. Сегодня это правило больше не действует не только на соотношение золотых и кредитных денег, но и на соотношение новых долговых денег к уже существующим. В настоящем резервы банка состоят из двух пунктов. Первое. Количество национальной валюты, которую частный банк хранит в центральном банке. Второе. Количество существующих долговых денег, которые уже есть на счетах банка. Проиллюстрировать это просто. Представим, что открылся новый банк и у него еще нет вкладчиков. Но учредители банка внесли депозит на 1111 долларов 12 центов в центральный банк в существующей бумажной валюте. По правилам, соотношение резерва 9 к 1. Первый шаг. Открылись двери, и в банк пришел первый заемщик. Ему нужны 10 тысяч долларов, чтобы купить машину. При соотношении 9 к 1 резерв в центральном банке, так называемые сильные деньги, позволяет совершенно законно создать из воздуха в 9 раз больше денег, чем этот резерв. То есть 10 тысяч долларов на основании долговой расписки должника. Эти 10 тысяч долларов ниоткуда не берутся. Это именно новые деньги, которые просто забиваются в компьютер на счет должника. А ему выписывается банковский чек, при помощи которого он и покупает подержанный автомобиль. Второй шаг. Продавщица машины вносит этот чек на счет в своем банке. В отличие от сильных денег в центробанке, такие новые долговые деньги нельзя увеличить через резервное соотношение. Наоборот, их делят на резервное соотношение. При соотношении 9 к 1 можно создать 9 тысяч новых кредитных долларов на основании 10 тысяч кредитных долларов, помещенных в банк. Третий шаг. Если эти 9 тысяч долларов приходят через третьих лиц в тот же банк, который их создал, или любой другой, это является законным основанием выпустить новые кредитные деньги. На этот раз 8 тысяч 100 долларов. Принцип матрешки. В каждой матрешке находится другая, поменьше. Так и каждый новый вклад дает возможность выдавать кредит чуть поменьше. И так до бесконечности. И так до бесконечности. Теперь, если долговые деньги не попадают снова в банк, процесс прекращается. Это непредсказуемая часть механизма создания денег. Но, скорее всего, с каждым шагом деньги снова будут проходить через банк, и процесс создания денег через резервное соотношение будет повторяться снова и снова, пока внутри банковской системы не возникнет около 100 тысяч новых кредитных денег. Все эти новые деньги создаются исключительно из долгов. И весь этот процесс протекает на законной основе только благодаря 1 111 долларам и 12 центам, положенным на счет в Центральном банке. Но эта хитроумная система еще сложнее. Баланс каждого банка в цепочке должен показывать, что у него на 10% больше вкладов, чем выдаваемых суд. Таким образом, банк вроде бы имеет достаточно вкладчиков, чтобы выдавать суды. И это создает расхожее, но ошибочное впечатление, что суды создаются из вкладов. Дальше. Если только весь цикл не будет происходить в одном банке, невозможно устроить так, чтобы отдельно взятый банк увеличил свой сильный резерв практически в 90 раз, создавая кредитные деньги из воздуха. Однако банковская система представляет собой замкнутый круг. Ссуды, выданные одним банком, становятся вкладом в другом. И наоборот. Теоретически, если взаимообмен примерно одинаков, то общий эффект будет таким же, как если бы весь цикл происходил в одном банке. Таким образом, изначальный резерв в Центральном банке чуть больше 1100 долларов позволяет банкам заработать около 100 тысяч долларов, которых у банков никогда не было. Банки дают в долг деньги, которых у них нет. Если в это трудно поверить, попробуем иначе. За последние десятилетия, благодаря лоббированию законов банкирами, обязательное условие иметь депозит в Центральном банке в некоторых странах исчезло вовсе. И резервное соотношение может быть гораздо больше, чем 9 к 1. Для некоторых видов счетов используется соотношение 20 к 1 и 30 к 1, а в некоторых случаях резерва нет вообще. В последнее время, используя судный процент для того, чтобы поднять резерв за счет заемщика, банки фактически полностью обошли и резервные ограничения. Хотя правила игры довольно сложные, но с точки зрения здравого смысла все просто. Банки могут создать столько денег, сколько мы готовы дать в долг. Каждый на подсознательном уровне знает, что банки не дают денег в долг. Когда вы забираете со счета свои сбережения, банк молчит о том, что отдал ваши деньги кому-то еще. Марк Мансфорд. Несмотря на расхожее представление о печатном станке, печатаемые правительством деньги, это не более 5% всех денег в обороте. Более 95% денег на сегодня создаются теми, кто расписывается в долговых обязательствах перед банком. Более того, эти кредитные деньги создаются и уничтожаются в огромных количествах ежедневно по мере того, как выплачиваются старые долги и создаются новые. Боюсь, что простые люди не обрадуются, узнав о том, что банки могут и фактически создают деньги. И те, кто контролирует долг государства, определяют политику правительств и держат в своих руках судьбы народов. Реджинальд Маккена, экс-председатель Совета английского Мидлендсбанка. Банки могут воплощать эту схему в жизнь только при активной поддержке правительства. Во-первых, правительство законодательно обязывает нас пользоваться национальной валютой. Во-вторых, правительство разрешает частным банкам обналичивать долговые деньги в национальной валюте. В-третьих, судебная власть преследует за долги. И, наконец, правительство заботится на уровне законов об этой денежной системе. И поддерживает ее имидж в глазах народа. Но ничего не рассказывает народу о том, откуда в действительности берутся деньги. Правда в том, что подписывая залоговое обязательство, то есть обещание вернуть долг под залог собственности, под страхом уплаты штрафа, есть единственная реальная ценность, которая участвует в этой операции. Для любого, кто верит в это, такая залоговая бумага становится передаваемой и меняемой на что-либо другое. Это долговая расписка, утверждающая «я тебе должен». Она представляет собой ценность и превращается в особую форму денег. Эти деньги должник обменивает на то, что называется судой. В реальном мире суда означает, что у того, кто дает в долг, есть что давать. Если вам нужен молоток, а я даю вам расписку в том, что предоставлю молоток, которого у меня нет, толку мало. Но в искусственном мире денег обещание банка выплатить деньги, которых у него нет, приравнивается к реальным деньгам, и мы с этим соглашаемся. Получается, что наши деньги отданы на милость кредитным операциям банков, которые дают в долг не деньги, а лишь обещание выплатить деньги, которых у них нет. Ирвин Фишер, экономист. Когда заемщик подписывает долговую расписку, банк создает нажатие им пары клавиш на компьютере свой собственный долг перед заемщиком. С точки зрения заемщика, это деньги на его счету. А поскольку правительство позволяет этот долг банка перед заемщиком, обналичить в национальной валюте, то все принимают это как деньги. Правда, как всегда, проста. Без подписанного заемщиком документа банкиру нечего давать в долг. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что все правительства, компании, мелкие бизнесмены, семьи одновременно оказываются в чудовищном долгу? Вы задавали себе вопрос, откуда может взяться столько денег, чтобы их давать в долг? Теперь вы знаете, их просто нет. Банки не дают в долг деньги, они просто создают их из долгов. И эти долги ничем не ограничены, как и количество денег. С другой стороны, возможно, и обратная ситуация. Нет долгов, нет денег. Удивительно, что при колоссальном количестве ресурсов, постоянно растущем производстве, возникающих новых технологиях, все из нас, от правительств до компаний и отдельных людей оказываются по уши в долгах перед банкирами. И никто не останавливается и не задумывается, почему такое возможно? Как получается, что люди, которые производят все материальные блага в мире, оказываются в долгу у тех, кто дает в долг символы этих материальных благ? Еще более удивительно, что как только мы понимаем, что деньги это и есть чьи-то долги, то мы должны понимать, что если нет долгов, то нет и денег. Такова наша денежная система. Если не было бы долгов в этой системе, не было бы и денег. Мэринер Экклс, председатель и управляющий Советом Федерального Резерва. Если для вас это новость, вы не одиноки. Большинство думает, что если выплатить все долги, то состояние экономики улучшится. Это так лишь на бытовом уровне. У нас появляется больше денег, когда мы расплатились с долгами, поэтому мы думаем, что если все вокруг расплатятся, то у всех будет больше денег. В действительности все строго наоборот. Никаких денег не будет вовсе. Итак, для того, чтобы существовали деньги, мы все должны зависеть от банковского кредита. Нет кредитов, нет денег. Такое случилось во времена Великой Депрессии. Деньги в обороте иссякли сразу же, как только иссякли кредиты. Эта мысль шокирует. Мы полностью зависим от коммерческих банков. Кто-то должен дать в долг каждый доллар, находящийся в обороте, наличный или безналичный. Если банки создают много искусственных денег, мы процветаем. Если нет, мы умираем с голоду. У нас нет постоянных денег. Когда видишь всю сложившуюся картину, не хочется верить в трагедию этого безнадежного положения. Но так есть. Роберт Хемпхен, управляющий кредитным отделом Федерального резерва. Вечный долг. И это не все. Банки создают только основную часть долга. Они не создают деньги для выплаты процентов. Откуда им взяться? Единственным местом, где заемщик может взять деньги для выплаты с судного процента, является рынок денег. Но практически все деньги, находящиеся в обороте, создано таким же образом. То есть, они есть долг банку, но вернуть надо больше, чем взял. И повсюду такие же должники в таком же положении, которые тщетно пытаются добыть денег, чтобы вернуть долг плюс проценты. Но все существующие деньги это только основная часть долга. Совершенно невозможно всем выплатить долг с процентами, потому что процентных денег просто не существует. Это можно выразить простой математической формулой. Проблема в том, что для долгосрочных суд, таких как ипотека и правительственные займы, процент может превышать основной долг. Поэтому, если не создать дополнительных денег, то увеличится число банкротств, и экономика рухнет. А чтобы поддерживать экономику на функциональном уровне, число банкротств должно быть низким. Чтобы добиться этого, создаются все больше и больше кредитных денег, чтобы удовлетворить потребность по выплатам старых долгов. Разумеется, общий долг от этого только растет. Процентов надо платить все больше. Вот так судный процент постоянно раскручивает растущую пирамиду долгов. И только отсрочка между созданием денег как нового долга и платежом по нему предотвращает крах системы от нехватки денег. Однако, по мере того, как ненасытный долговой монстр, порождаемый банками, растет, растет и необходимость кормить его все новыми и новыми долгами. Почему нас заманивают низкими процентами по кредиту? Почему нам не нужно нам присылают рекламные кредитные карточки по почте? Почему расходы правительства США постоянно растут? Не для того ли, чтобы отсрочить крах денежной системы? Мыслящий человек должен задаться вопросом, может ли это продолжаться вечно? Неизбежен ли крах? Банковская система играет в детскую игру со стульями. Пока играет музыка, проигравших нет. Но когда музыка кончится, надо занять стул. Только вот стульев, по правилам, на один меньше, чем участников. Эндрю Госс, историк. Деньги способствуют развитию производства и торговли. Если количество денег растет, деньги обесцениваются, если только производство и торговля в реальном мире не растут вместе с ними. Следует понимать, что когда нам говорят о росте экономики на 3% в год, это не означает линейного роста, как кажется на первый взгляд. 3% новых товаров и услуг в этом году больше, чем 3% в прошлом, потому что сегодняшние проценты включают старые. Это не прямая линия, как можно представить, а логарифмическая кривая, постоянно растущая. Проблема в том, что постоянный рост экономики подстегивает темпы потребления природных ресурсов и энергии. С каждым годом все больше вещей проходит путь от полезных ископаемых до помойки только для того, чтобы удержать эту систему от краха. Тот, кто верит, что логарифмический рост может продолжаться на Земле вечно, либо сумасшедший, либо экономист. Кеннет Болтинг. Что можно сделать в этой жуткой ситуации? Во-первых, нам нужна другая концепция денег. Настало время, чтобы люди задали себе и своим правительствам четыре простых вопроса. По всему миру правительство занимает деньги под проценты у частных банков. Долг правительств составляет львиную долю общего долга. Уплата этого долга съедает большую часть налогов. Мы знаем, что банки просто создают деньги, которые они дают в долг, а правительство разрешает им это делать. Первый вопрос. Почему правительство берут в долг у частных банков под проценты, если они могут создавать свои собственные деньги, причем без процентов? Второй важный вопрос. Зачем создавать деньги, как чьи-то долги? Почему нельзя создать деньги, которые постоянно находятся в обороте, и их не надо вечно брать в долг под проценты, только для того, чтобы они существовали? Третий вопрос. Как можно денежную систему, основанную на постоянном росте, использовать для создания стабильной экономики? Нелогично ли, что постоянный рост и стабильность взаимоисключающие? И, наконец, что делать с существующей системой, основанной на постоянном росте? Что необходимо изменить для создания стабильной экономики? Расставщичество. Раньше взимание процента за долги называлось расставщичеством и каралось суровыми наказаниями вплоть до смертной казни. Многие мировые религии запрещают расставщичество. Большинство аргументов против этой деятельности были морального плана. считалось, что единственная законная функция денег обеспечивать оборот товаров и услуг. Делание денег из денег осуждалось, как паразитический образ жизни и приравнивалось к воровству. Но по мере того, как росла необходимость кредитования и торговли, стала господствовать точка зрения, что ростовщичество рискованное занятие, поскольку ростовщик рискует потерять свой капитал, а следовательно, это занятие оправдано. Сегодня это все звучит странным, потому что считается, что идея делать деньги из денег это то, к чему надо стремиться. Зачем работать, если за тебя работают твои деньги? Но если мы хотим спланировать стабильное, обеспеченное будущее, становится ясно, что судный процент это как моральная, так и практическая проблема. Представим себе общество и экономику, которое может исправно работать веками, потому что вместо того, чтобы хищнически разграблять свои энергетические ресурсы, оно ограничивается стабильным потреблением. Лесо вырубается столько, сколько его выросло. Вся энергия возобновляема, солнечная, гравитационная, геотермальная, магнитная и любая, которую мы только откроем. Такое общество не выходит за рамки невозобновляемых ресурсов, используя заново и перерабатывая все, а население просто обновляется. Такое общество невозможно построить, используя денежную систему, основанную на постоянном росте. Стабильной экономике нужно ровно столько денег, чтобы поддерживать себя и избежать краха. Допустим, что весь объем необходимых денег это вот такой большой круг. А те, кто дают деньги в долг, суживают реальные деньги. Если кто-то в этой системе начинает постоянно суживать деньги под процент, его доля денег будет постоянно расти. Если он будет продолжать давать все деньги, которые получают снова в рост, каков неизбежный результат? Золото ли это, валюта, или кредитные деньги неважно. В конце концов, ростовщик получит все существующие деньги, а после этого и имущество разоренных им банкротов. Эту проблему возможно решить, если распределять доход от судного процента равномерно между каждым членом общества. Этому могло бы способствовать жесткое налогообложение банковских доходов. Но тогда кто станет заниматься банковским бизнесом? Если пойти дальше за рамки сегодняшней ситуации, можно представить себе банк в качестве бесплатной услуги для общества, распределяющего свои доходы между гражданами и даже банки, действующие без судного процента вообще. Я не встречал еще того, кто, находясь в здравом уме, оправдывал бы тот факт, что федеральное правительство занимает свои же национальные деньги. Я верю, что настанет время, когда народ потребует это изменить. Я верю, что настанет время, когда вас, меня и всех в Конгрессе обвинят в бездействии и молчаливой поддержке существующей идиотской системы. Райт Патман, конгрессмен, председатель Комитета по банкам и валюте. Как изменить систему? Если проблема вызвана природой самой системы, никакие поправки и корректировки ее не решат. Нужно менять систему. Многие критики существующей денежной системы призывают вернуть золотые деньги. Они утверждают, что золото имеет давнюю и надежную историю. Однако они забывают, что золото открывает двери для многих мошенничеств, срезка монет, подмешивание других металлов, монополизация рынка и демпинг. Все это практиковалось в Древнем Риме и привело к его падению. Другие говорят, что серебра больше, чем золото, и его рынок сложнее монополизировать. Многие вообще сомневаются в необходимости возвращаться к драгоценному металлу. Никто не хочет таскать с собой тяжелый мешок для покупок. Скорее всего, бумажные, электронные, пластиковые или даже биометрические деньги станут средством оплаты с таким же потенциалом для бесконечного создания долговых денег, как и сейчас. Кроме того, если золото снова станет деньгами, у тех, у кого нет золота, не будет и денег. Другие сторонники денежной реформы считают, что проблема волчности и отсутствия морали, и нужно создать честную и справедливую денежную систему, а не возвращаться к золоту и серебру. Пытливые умы предложили много способов создавать деньги. Многие частные бартерные системы создают долговые деньги так же, как и банки, но открыто и без процента. Например, бартерная система, где долг выражается в часах человеческого труда, оценивается в долларах, а потом заработанные часы можно поменять на реальные товары. Такую денежную систему может организовать любой, кто способен создать систему учета труда и найти желающих. Локальная денежная система, основанная на бартере, может и не актуальна сейчас, но это разумное решение для небольшого сообщества в экстренных случаях. Денежная реформа, как и избирательная реформа, это два больших вопроса для всех, кто желает что-то изменить и готов выйти за рамки стереотипов. Провести денежную избирательную реформу непросто. У них есть сильные противники, которые заинтересованы в существующем положении и сделают все возможное, чтобы его сохранить. Теперь мы понимаем, что деньги — это просто идея, и в реальности деньгами может быть все, что угодно. Вот, к примеру, простая альтернативная денежная система. Эта модель основана на системе, имевшей место в прошлом в Англии и Америке, которая была разрушена ювелирами-банкирами и их системой частичного резерва. Чтобы создать экономику, основанную на стабильной денежной системе без судного процента, деньги должно создавать и тратить правительство, желательно на создание долгосрочной инфраструктуры, способствующей развитию экономики, автомобильной и железной дороги, мосты, порты, торговые центры. Такие деньги будут создаваться не как долговое обязательство, а как ценность, а именно ценность того, во что они вложены. С такими деньгами пропорциональный рост торговли, связанный с их хождением, не будет вызывать никакой инфляции. Если расходы правительства вызывают инфляцию, есть два способа исправить положение. Инфляцию можно рассматривать как плату за использование денег, то есть налог. Если деньги обесценились на 20%, или если правительство забирает у нас 20% денег, эффект на нашу покупательную способность одинаковый. С этой точки зрения инфляция в качестве налога оправдана, если ее употребить во благо и сдерживать в определенных рамках. Или же правительство могло бы бороться с инфляцией, изымая деньги из оборота и уничтожая их, таким образом восстанавливая их стоимость. Для контроля над дефляцией, то есть процессом падения цены зарплат, правительство могло бы выпускать и тратить больше денег. Без конкуренции со стороны созданных банками долговых денег правительство могло бы эффективно контролировать потребность государства в деньгах. Народ знал бы, кто виноват в провалах, а оценкой качества управления правительства служила бы ценность национальной валюты. Правительство существовало бы за счет налогов, как и сейчас, но налоговые деньги работали бы эффективнее, потому что нет нужды выплачивать проценты частным банкирам. Национальный долг просто не существовал бы, потому что правительство само создавало бы все деньги, которые тратят. Ситуация, когда весь народ в государстве работает на частный банк, потому что ему должно с процентами правительства, стала бы невозможной. Деньги — это новая форма рабства, которая отличается от прежней своей обезличенностью, поскольку между хозяином и рабом отсутствуют человеческие отношения. Лев Толстой Незримая сила Никто не порабощен так, как тот, кто считает себя свободным, таковым не являясь. Гёте. То, что нас научили считать демократией и свободой в реальности, является хитроумной формой скрытого экономического рабства. Пока всё наше общество зависит от банковских кредитов, для того, чтобы существовали деньги, банкиры будут принимать решения, кому давать деньги, а кому нет. Современная банковская система производит деньги из ничего. Этот процесс, возможно, самый невероятный фокус когда-либо придуманный. Расставщичество задумано беззаконием и рождено пороком. Банкирам принадлежит весь мир. Заберите его у них, но оставьте им власть создавать деньги рощерком пера, и они выкупят его обратно. Заберите у них эту великую власть, и все великие состояния, как и моё, исчезнут. А они должны исчезнуть, чтобы этот мир стал лучше и счастливее. Но если вы хотите продолжать быть рабами банков и оплачивать своё собственное рабство, тогда позвольте банкирам продолжать создавать деньги и управлять долгами. Сэр Джезайя Стэмп, директор Банка Англии, второй богатейший человек в Англии в своё время. Невозможность для колонистов законно выпускать свои деньги неподконтрольные королю Георгу Третьему и международным банкирам стала главной причиной революции Бенджамин Франклин. Мало кто осознаёт, что история Соединённых Штатов, начиная с революции 1776 года, была по большей части историей борьбы с переменным успехом за независимость от европейских международных банков. Эта борьба была окончательно проиграна в 1913-м, когда президент Вудро Уильсон подписал акт о Федеральном резерве, отдав американские деньги в руки международного банковского картеля. Я самый несчастный человек. Не понимая, что делая, я разрушил свою страну. Великая индустриальная держава находится под властью её долгов. Все долги стекаются в один общий. Национальный рост и всё, что мы делаем, находится в руках нескольких человек. Мы оказались самым безвольным, самым подвластным и подконтрольным правительством в цивилизованном мире. Мы больше не правительство народной воли, не правительство, избранное большинством, но правительство под властью небольшой кучки людей. Вудро Уильсон, президент США. Власть этой системы глубоко укоренилась, поддерживаемая образованием и замалчиванием СМИ. Несколько лет назад заместитель премьер-министра Канады исследовал мнение людей, далёких от экономики, как имеющих высшее образование, так и простых прохожих, и обнаружил, что ни один из них не имел чёткого представления о том, откуда возникают деньги, можно уверенно сказать, что большинство, включая простых банковских служащих, даже никогда не задавалось таким вопросом. А вы? Все трудности, сложности и беды в Америке возникают не от несовершенства Конституции или Конфедерации, не от недостатка благочестия и нравственности, а исключительно от полного невежества в вопросах природы денег, кредитов и их обращения. Джон Адамс. Современная система долговых денег родилась чуть больше трёхсот лет назад, когда королевским указом был основан Первый банк Англии со скромным резервным соотношением два к одному. Это небольшое отношение было, как говорится, ногой в двери. Теперь эта система по всему миру создаёт ничем не ограниченное количество денег буквально из воздуха, и практически каждый человек на Земле скован цепями постоянно растущего долга, который невозможно выплатить. И это всё случилось само по себе? Или это тайный заговор? Определённо, ставки в этой игре очень большие. Тот, кто контролирует количество денег в нашей стране, полный хозяин всей промышленности и торговли. А когда вы понимаете, что система очень просто управляется разными способами, несколькими влиятельными людьми на вершине пирамиды, вам не нужно объяснять, как возникают периоды инфляции и депрессий. Джеймс Гарфилд, убитый президент США. Правительство должно создавать, выпускать и обеспечивать обращение всех денег и кредитов, необходимых для удовлетворения затрат правительства и покупательной способности потребителей. Понимая этот принцип, налогоплательщики экономят огромные суммы с судного процента. Привилегия создания и выпуска денег не только высшая прерогатива правительства, но и величайшая возможность для него. Абрахам Линкольн, убитый президент США. Пока правительство не восстановит контроль за выпуском валюты и кредитов, и это будет считаться его главной священной обязанностью, все разговоры о парламенте и демократии – пустая болтовня. Как только государство упускает контроль за своими долгами, неважно, кто создает его законы. Расставщичество у руля ведет любой народ к катастрофе. Вильям Лайон Маккензи Кинг, премьер-министр Канады. Мы благодарны Washington Post, New York Times, журналу Time и другим изданиям, чьи редакторы посещали наше собрание и сохраняли верность обещанию неразглашения тайны на протяжении 40 лет. Нам было бы невозможно развивать свой глобальный план, если бы мы оказались под светом прожекторов прессы все эти годы. Но современный мир стал готов для перехода к мировому правительству. Наднациональное господство интеллектуальной элиты и мировых банкиров определенно превосходит самоопределение, имевшее место в прошлые столетия. Дэвид Рокфеллер, в обращении к собранию трехсторонней комиссии. Только мелкие секреты нужно прятать. Большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал Маккурен. Деньги. Пирамида долгов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Тема сегодняшнего нашего доклада это так называемая некоммунитарная философия религии. Назвать его можно ЛСД Опиум и Христос. Вот я придумал такое красивое и попсовое название для доклада. Значит, на протяжении прошлого года преимущественно и отчасти мы занимались исследованиями по философии религии определенного рода. Много что выложено в форме аудиофайлов, но это обычно где-то с конца, середины, еще чего-то. И никакой полноты нет. Поэтому я попытаюсь сегодня здесь изложить этот вопрос связанно и последовательно. Какой метод, который мы будем использовать в нашем построении? Здесь у нас повозглашена некоторая программа, которую я называю программой негуманитарной философии. Вообще говоря, термин негуманитарная я заимствовал у великого русского писателя Виктора Олеговича Пелевина в позапрошлом романе, точнее, в середину позапрошлых книг. А почему она не антигуманитарная? Она не гуманитарная. Потому что... Разница есть? Естественно, научная теория не является антигуманитарной. Она является не гуманитарной. Здесь у нас не гуманитарная. Что такое гуманитарная? Гуманитарная это то, что как бы связано на игре и на упражнении словами. И в самом деле никто же не думает, что те рассуждения, которые Сократ и Платона проводят, что это все всерьез. В самом деле это совершенно все не всерьез. Это просто игра в слова. На 93% это игра в слова. Точно так же мы понимаем, что Ахиллес очень быстро догонит черепаху. И все аргументации, которые здесь есть у Зенона, это тоже игра в слова. Это проявление гуманитарного подхода. Точно так же мы понимаем, что, быть может быть, вся современная философия является комментарием на поняв Платона. Но это является как раз проблемой. Это ее большая проблема, большая ее беда, что она комментария к Платону. Именно платоновское отлетворное влияние оно и создало то, что называется собственно гуманитарной философией. То есть общее рассуждение, слова, представление о каких-то умозрительных понятиях, например, Бог всемогущее существо. Бог что, действительно всемогущее существо? А может ли он создать такой камень, который он поднять не в состоянии? Ну, этот вопрос, о котором врагу гуманитарной философии отмечаются совершенно серьезно. А с какой стати вы решили, что Бог всемогущее существо? Почему вы со своим платонизмом и неоплатонизмом лезете в религию? Вот таким образом. Мы обратим внимание, что не гуманитарные дисциплины, скажем, естественно, научные, они к этому не стремятся, они стремятся не последовательно к чему. Классический пример дельта-функция Герак. Когда мы знаем, что мы интервьюируем эту функцию с любой другой функцией, да, то мы получаем значение вот этой той другой функции в точке 0, если дельта от 0, да. С точки зрения современной математики, точнее, старой математики, а не современной, то есть математики там 18-го, 19-го, первой половины, 20-го века, такого объекта существовать не может. Ну, и Герак, он спокойно себя ввел и спокойно с ним работал. Потом появилась теория вобщенных функций, выяснилось, что дельта-функция это не функция, а функционал, и все стало нормально. Я хочу обратить внимание в данном примере, что как бы естественные ноуки, в отличие от гуманитарных, они не стремятся к постоянному игнорированному противоречию. Если в гуманитарной науке противоречие это означает, что двигаться в природу дальше нельзя, то для нас, для людей, владающих естественно-научным мышлением, это совершенно не так. Естественно-научное свойство, в конце концов, к рецепту. К рецепту, как получить результат, вылечить болезнь, обладать новой порцией энергии или чем-либо еще. Вот это естественно-научное. Поэтому естественно-научное не выдвигает некоторые гипотезы, которые совершенно могут казаться с точки зрения своей предыдущей ситуации даже противоречения. Вот такой подход. То есть, то, что мы занимаемся, мы в том числе пытаемся создать не гуманитарную философию, то есть, философию, которая находится за пределами платонизма и противопостоит ему. Ну вот, и группа слова, вы можете такой длительный, очень красивый группа слова, вы можете увидеть у нас на сайте. Вот у нас 13 занятий, например, в этом году состоялось. Это вот такие у нас были игры в слова. Это образец гуманитарной философии. Мы бы занимаемся не гуманитарно. Вот это так. Это такое мое долгое и отдельное вступление. Какая, естественно, научная гипотеза, с которой мы будем следовать? Значит, я хочу сказать, что религия это не некие отвлеченные рассуждения о неком всемогущем существе, о том, сколько чертей может оказаться на кончике стрела. Это не морализаторство, как часто понимают, что Христос это был социальный философ, ничего подобного. В этом смысле философия больше всего похожа на то, не философия, точнее, религия, больше всего похожа на то, как она существует в Индии. Ведь Индия это разновидность всевозможного рода духовных практик. Это способ, как в йоге, допустим, работать со своим телом. И это способ работать с психическим. Вот такой способ. Поэтому, как бы, религия буддизма, она очень сильно завязана на определенного рода психологическую практику. Эта психическая практика составляет ведро и содержание происходящего действия. И не только ничего прочего. Итак, не гуманитарная философия религии. Речь идет о попытке реконструировать определенного рода духовную практику, которая позволяет работать с миром и работать с нашим психическим. То есть, религия это не просто обычный вздох, как иногда интерпретируют, это не просто какое-то мировоззренческое учение и невысоконарастное моральное теория, а нечто совершенно другое. В этом смысле можно сказать, что мы говорим о религии как о разновидности шаманизма. То есть, шаманизм это является именно то настоящее содержание религии, а все остальное случайные совершенно ненужные наносы на них и ничего более. Вот так. Простая схема, которую я хочу предложить и которую мы дальше будем следовать, она состоит в следующем. Мы предлагаем ввелить наше сознание как бы на две части. На наше собственное сознание, то, о котором говорит я, и как бы второе я или другое я, оно состоит, что мы понимаем, что в первую очередь память это способность забывать. Но именно во втором я, то есть, в нашем добавленном сознании, то есть, мы, грубо говоря, делим свое тело, наше тело как бы с двумя компонентами. Одно из них я, которое много о чем не знает и много чего не понимает, вот это есть мы по сути. А второе, как бы, наше сознание дублёв. Сознание дублёв, которое очень может много делать вещей, которые являются совершенно чудесными, в частности, оно может управлять нашим телом. Мы же не можем нашим телом управлять. Я же не могу сказать, чтобы у меня сустав, допустим, тазобеденный перестал возрушаться. Я не могу ему это приказать. Я ему абсолютно над ним не властью. А вот оно над ним властно. И вот йога, например, одна из разновидностей работать собственным телом вот таким образом. Кроме того, есть один очень простой эксперимент, которым я постоянно на него ссылаюсь. Он состоит, что берем маску, она может быть вогнутая или выпуклая. Делаем ее фотографию. Когда на нее смотрим, обычный человек, нормальный, живой, не может отличить вогнутый или вогнутый. Я не помню, что ему всегда кажется. Нормальному человеку, по-моему, он кажется всегда выпуклой. Для человека, находящегося под воздействием ЛСД, или человека просто больного, то есть человеку, у которого наша основная функция подавлена, он по фотографии может различить выпуклая от вогнутая. Мы видим таким образом, что то самое второе сознание или сознание дублем обладает большим количеством некоторых свойств, которые нам кажутся странными, в том числе отличать по фотографии выпуклой от вогнутой маски. Но с другой стороны она не способна на многие вещи. Например, она не способна логически рассуждать, так как может рассуждать наше сознание. Каковы его функции? Зачем оно как бы нам взялось? Скорее всего, это реальная система дублирования. Если действительно с нами становятся, какие у нас возникают какие-то проблемы, то это самое второе я берет на себя управление. Многие свойства выглядаются паранормальными. Например, мы знаем, что мальчик у своего ребенка на расстоянии. Вот это второе я, оно как раз и отвечает за этот режим. За этот режим и за много остальных других вещей. Вот это попытка деления нашего сознания на две составляющие. На первое, на я, главная функция, которого надо скрывать. И на второе, которое, значит, оно включается в некоторых экстремальных ситуациях. Его цель, когда первое сознание скомпрометировало себя, пытаться спасти наше тело, нас самих. Вот оно в тот момент включается. Я не уверен, что они делятся так, как право-левое и право-шарие, что одно из них левое, второе из них находится полностью право. Совершенно я в этом не уверен. Но в том числе эта репортеза о правом и право-шарии, она имеет право на существование. Точно прочее. Вот. Вот в этом оно, значит, как бы наша такая скромная, очень несложная некоторая, естественно, научная гипотеза. Какая-то двойственность по линии бессознательная-сознательная проходит? Я не уверен, что даже, что это уместно. Может быть, действительно, бессознательная и сознательная. Или каждому субъекту принадлежит к этому другому? Не знаю. Не могу на ответ на этот вопрос. Это требует подозначительного водоизучения. Быть может, это действительно, первое-это сознательное, а второе-это бессознательное. Но еще так. Все равно второе я всегда будет им указаться в качестве бессознательного. И еще такое сразу называемое, что, кажется, все мысли шизофреники, что ли? Но это же есть нечто, как разделение личности. Да, да. Я хочу сказать, что, как бы, естественная ситуация это развеяние личности, развеяние я на несколько вещей. Когда говорят о нормальном человеке, когда первое я полностью давит проявление второго. Когда основное сознание давит полностью проявление второго. Это считается нормальным человеком. То есть, когда у тебя есть жесткий диктат, тоталитарный диктат над вторым, то у тебя это, как бы, считается, что это нормально. Но это социальная причем, как бы, инспирированная социальностью. Может быть, и социальность. Для социальности важно, чтобы это второе я, как бы, не высовывалось, потому что второе я, оно, как бы, неконтролируемое. Да, оно неконтролируемое, конечно. Оно по-другому совсем функционирует. Я хочу сказать, что есть очень простой, элементарный психический эксперимент, которому отсылают и называемый пальцевый сигналинг в ситуации эрксинского гипноза. Когда человек погружается в такой частичный не глубокий транс, оказывает ситуацию эрксинского гипноза, тогда можно, например, постараться вот это второе сознание с ним договориться. А именно говорить, что оно поднимает палец правой руки, когда хочет сказать «да», и поднимает палец левой руки, когда хочет сказать «нет». И таким образом с ним общаться. А почему нельзя ему задавать вопросы? А потому, что наше первое основное сознание очень сильно связано с вербальной функцией. Если ты начинаешь с человеком разговаривать, то тогда у тебя первое сознание просыпается, наше основное, и полностью перевпатывается в управление. А здесь ты как-то спишь, ты можешь вести беседу со вторым сознанием. Вот эта ситуация выпает своего сигнального. Ты можешь с ним разговаривать, не можешь о чем-то договориться, вступать в коммуникацию. Но этот опыт, в который принадлежит Евгений Миттон-Ариксона, такой опыт существует. Я к этому опыту... То есть опыт «право этому я ездит», это не просто какая-то данность придумана, для терминологических данных. Да, для терминологических данных. Она в большом количестве психических экспериментов открывается, в том числе наиболее ярко в ситуации пальцевого сигналинга, в результате реакционского элемента носкового. Вот она так, она открывается. Вот это самая вещь, о которой я буду говорить. Оно обладает... Говорю, что у нас есть некоторые вещества, сущности, которые можно назвать паранормальными. Например, у нас есть там, во втором сознании, переживание тоже действовало совсем сущим, то есть с другими людьми в том числе. В этом смысле, что там есть некоторое феномиологическое ощущение Бога. Это феномиологическое некое ощущение, которое у нашего первого сознания, оно только как некая интуисть существует. У нас такого опыта во всей его красоте и во всем прочем его как бы нет. Теперь, надо понять ситуацию, когда оно, вот это самое второе сознание включается. А в ситуации критические для первого. Когда первое, как я говорю, сознание себя скомпрометировало и как бы его действия, они оказываются для субъекта, грубо говоря, опасно, саморазрушительным. Ну, так часто боксер, допустим, теряет сознание фактически, он уже не может управлять первым сознанием, но тут дело наступает во второе, как бы, он провожает бой. вот в некой такой полуэффлектованной в каком-то таком полубессознательном состоянии. Но бой он это продолжает. Вот именно второе сознание, как сознание дублёк, в этот самый момент включается. Во всех пограничных ситуациях, во каких-то экстремальных ситуациях... Да, да. Во всех пограничных ситуациях. Его как раз главная функция состоит в том, что включаться во всех пограничных ситуациях. Это как бы резервная ситуация. Говорят, что, ну, там есть же эффект замедления времени в такой ситуации, что я как бы время замедляется каким-то образом, успеваю, и ты успеваешь что-то сделать. А это на самом деле нереально было среагировано. Да, потому время это одно из важнейших пониманий субъективности, и понятно, что ты, что как бы когда у тебя происходит вот такого вот переключения с первого на второе, у тебя как бы и скорость протекания времени меняется субъективно. Оно меняется. Это правильно, тоже, точное, точное, и правильное замечание. Ну, если понятно, что в стрессовых ситуациях, когда просто отказывается действительно, ну, стрессов, просто отказывается и все, руки складывают и все. А как же тогда объяснять шизофрение, которая в кататонии находится, когда они там ничего не делают, замирают и все? Я не знаю, как она объясняется, реально как-нибудь объясняется, просто это не моя сегодняшняя цель. Ну, может быть, действительно замирают и отключаются, это мне не важно. Но мы мы должны понимать, что у нас теперь есть чисто технологическая задача. наше действие, чисто технологическая задача состоит, что мы каким-то способом должны научиться включать первое сознание, которое блокирует доступ ко второму, для того, чтобы прийти к нашему второму сознанию, сознанию дублеву, и получить все дары, связанные с ним. Ну, это слабые, экстрасенсорные возможности, а может быть, у некоторых и сильные. Это умение, может быть, даже предвидеть будущее. И это, наконец, понимание мира несколько иначе. Я говорил, что совершенно не обязательно, что то понимание мира, которое есть, я на примере Маски вам рассказываю, вы покой могут издавлять Маски, что то понимание мира, оно может быть точнее и правильнее. И там есть определенного рода экстатического переживания. экстатическое переживания состоит в том, что в этом смысле у нас получается, что у нас возникает некая полнота. Если в первом случае, когда у нас есть первое сознание, мы говорим о нашей жизни как в ситуации страдания, потому что мы раздумены сами собой, то когда мы приходим ко второму сознанию, там есть некоторая ситуация наслаждения. Ситуация наслаждения проистекает от того, что мы как бы адресуем, соединяемся с самим собой, мы перестаем жить в ситуации этого конфликта. Эту ситуацию в этих экзенциальных категориях как наслаждение вполне можно описать. Я так думаю. А как ты же говорил раньше, что второе сознание является каким-то детским, что оно поднимает метапоиджеское. Да, да. Одно для него равно другое. Я сейчас говорю, что, скорее всего, исследования, по крайней мере, показывают, что это уровень отлично. Трех-четырех лет развития человека. Тем не менее, там и мир там вполне, и наслаждение. Мир и наслаждение все это есть, но при всем при этом, с точки зрения логики, это, скорее всего, у большинства людей, по крайней мере, ему 3-4 года. У нас ведь есть такие замечательные вещи, как диссоциативное устройство личности. Оно состоит, что под влиянием какого-то стресса, принято думать, что под влиянием какого-то стресса, человеческая личность распадается, и любой человек, и потом психиатр, может найти несколько человек, живущих наряду вместе с одним человеком. Рекорд около 100 был в Австралии за рейхсприном. Обычно таких личностей 15, среднее количество. Подавляющего из них это дети 3-4 лет, иногда 7, иногда 8. Мне правильно, когда-то полгода, либо год назад указали, что возможны люди, которые, наоборот, что их второе сознание, не второе дублёк, может быть, гораздо богаче, интереснее, сильнее, умнее, чем первое. То есть, такая ситуация есть. Но обычно, обычная ситуация, у нас есть богатая сложность, богатый внутренним миром, умное, основное сознание, рядом с ним живёт ребёнок 3-4 лет. Не, ну важно, а почему же у него способности выдающиеся такие? Как это объясняется? Просто факт? Да, это просто не факт, да. Просто нет, ну, ну, просто... То есть, на самом деле, вся культура, вот эти способы логического размышления, там, способы реагирования и приспособления, всё это не нужно, что ли, получается? Наоборот, это всё как раз нужно. Именно прогресс и стал возможен тем, что всякую вот эту чушь, которая там хранится, от него отказались, от ощущений, предвидений, там, всякого прочего, и начали заниматься логикой. То есть, все его богатства, которые были, они часто мешают человеку жить. И как только их удалось отключить, то и тут же возник определенного ввода прогресса. Все стали одинаковыми, да? Да. Логика, она же, логика, вот умение рассуждать. И логика, это громадное достижение, которое гораздо больше, чем те богатства, которые обладает он. То есть, вот этот маленький ребенок, трех-четырехлетний. Это нам так кажется. Мы просто настолько привыкли жить логике. Ну, это примерно так, как мы можем рассуждать и видим, таракан ползет по стене. Но согласись, что это понормальное явление, ползать по стене. Мы же на это не способны. Но с точки зрения таракана, который ползает на стене, наше умение обращаться с бытовой техникой, владеть электричеством, чем ключом, тоже выглядит определительно паранормально. Вот это так. И нам наши вот эти возможности, которые они есть, они нам тоже кажутся удивительными и паранормальными. Но по сравнению с умением оболчаться с электрическими приборами и с электричеством, все это фигня, все это чушь. Электричество гораздо важнее, кажется. Согласитесь, что электричество гораздо важнее. Так, а святые вот эти всякого рода шаманы, как ты говоришь, они как раз умудряются найти путь, каким образом можно восстановить это предыдущее яд? Да, они туда ухитряются, к тому образом пойти. Я же говорю, что у нас есть теперь задача, как диктат первого сознания отключить, для того, чтобы прийти к богатствам второго сознания. Как его отключить? Это ты имеешь в виду как бы именно технологию? Да. Вот вопрос. Мы занимаемся не гуманитальной философией, мы ищем технологический ответ. И технологический ответ такой есть. Его действительно можно отключить. В ситуации сильного страдания, то есть, когда тело чувствует, что его первое сознание его перестает удовлетворять, один из них, я его называю русской йогой, почему-то. Когда первое сознание перестает его, когда субъект понимает, что первое сознание себя скомпрометировало, нам на помощь оказывается приходит вот это второе сознание. И мы обладаем сильными его свойствами. Таким образом, в ситуации так называемых мучений, и мы действительно видим, что первые христиане именно этим занимались. Они не спали, они не ели, они совершенно самые какие-то совершенно страшные вещи, то есть носили вериги, например. Они были столбниками, стояли на столбе и постоянно были непоклонны и так далее. Это, на самом деле, за ним не скрывается ни ничто, никакие гуманитарные рассуждения, а одно очень простое. Сделать такой ситуации, когда первое сознание у нас скомпрометировано, оно у нас отступает, и на смену ему приходит второе сознание. Вот это то самое второе сознание со всеми его дарами. Таким образом, мы видим, что столбничество, мученичество и все остальное являются способами такими технологическими, типа йоги, достижения вот этого своеобразного просветления, когда первое сознание уходит и на смену входит второе. В самом деле, мы видим, кроме того, культ так называемых юродивых. Кто такие юродивы? Ну, с точки зрения современного нормального человека, они дурачки. Ну, что значит они дурачки? Это означает, что по каким-то функциям, как обычно в этапе природным, у них вот эти основные функции нашего первого сознания базового повреждены. Но тогда в дело вступает наше второе сознание. И вот оно-то оказывается, со всеми своими дарами сюда и приходит. Отсюда в христианстве культ вот этого самого второго этих юродивых, то есть вот этого самого второго сознания. Мы видим таким образом, что мучественничество, столкничество, пост и всего островного рода подвижничества оказывается у нас технологическим способом достижения и ввода вот этого самого второго сознания в сферу нашего опыта. И это ты считаешь подобным шаманизмом? Да. И это очень похоже когда я говорю про шаманизмом, я имею в виду именно это. Да. Отчасти. Некую практику, Да. Это некая практика. Но шаманы они лучше, чем столкники. И круче. Почему? Потому что мы можем делать это при помощи поводового рода упражнений. Например, всю жизнь проведя на столбе, на маленьком пространстве, при оконной, практически не спя и так далее. То есть с одной стороны тело убить нельзя, понимаете, да? Вещения не будет. Но с одной стороны ты себя мучишь, мучишь, мучь, 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 до такого состояния, чтобы достигнуть этого самого преступления. Вот, например, Александр Северский, он же не обалдительный пост, что-либо там, еще чего-то. Он вообще был подвижником. После этого он считается, что взрел единственный человек, к которому пришла как бы не только богородица, но ищем трое. Даже не месячный, это же годовичный. Да, да, да. Может, до десятилетиями. Да, и столкники тоже жили все это. Десятилетиями. Еще шаманизм это сможет. И всю жизнь они, понимаете? Всю жизнь, всю жизнь. И не бывает никакого результата, на самом деле. Бывает, что да. И это тоже правильное замечание. Что действительно бывает никакого результата. А бывает, что есть результат. Поэтому, как бы, действительно, если мы возьмем первых христиан, то это пещеры, целые пещерные города, полные подобного рода подвижникам. Я не думаю, что хорошо, хотя бы, если каждому десятому из них удавалось достичь вот такого рода просветления. То есть, отказавшись от первого, прийти ко второму. Это первое при этом присутствует. И оно может интерфейс. в общем, ты должен объяснять, что, может быть, они не понимали, что они делают, интуитивно занимались. Может быть. Я вполне думаю, да. У них была некая теория христианская, зачем они это делали, но сами, по сути, может быть, и не понимали. Да, да. Они существовали как-то интуитивно. Александр Сверский, я думаю, что получил большое количество всевозможного родаторов при этом. Для него, о чем больше гордился, больше рассказывал, это явление троицы, безусловно. Все троицы сразу. Хотя, я думаю, что происходило очень много разных вещей. Ну, и угородцы являются. Да, но я думаю, что они при этом обладали определенного рода властью, безусловно. Вполне возможно, что они умели воздействовать и работать с эгрегорами. Эгрегорами. Вполне возможно. То есть, это было, кроме того, определенного рода технологии. Это только гипотеза. Я представляю, насколько это дико звучит. То есть, столбик, доходя до ситуации определенного рода проследления, мог оказывать влияние на весь мир путем работы с эгрегором. Это очень сильный тезис. Но, давайте, я хочу сказать, что почему шаман круче. Но ведь есть уже у нас не только способ самоистязания, то есть, мучения и разводи таким образом. У нас ведь есть и способ попасть в этом ситуации при помощи воздействия всевозможного рода психотрубных веществ. Какими психотрубными веществами? Это, как правило, грибы. Это, как правило, что-либо. Ну, это мухомор, допустим, в наших шаманах. Всегда в том медикаментозном способе при помощи фармацевтики мы можем уметь отключать первое сознание для того, чтобы владеть дарами в того сознания. такова ситуация, такова практика. И мы действительно понимаем... Это технологический способ? Нет, они религиозные? Технологические. То есть, за этим не стоят какие-то субъекты, ангелов, демонов? Нет, скорее всего, не стоят. Хотя вполне возможно, что психики там есть ангелы и демон. Просто они им надо дать описать, как они и что они есть. Что это такое? С них снятие налет мистики. Ну, как электрон. Электрон же он есть, когда-то это было в нем налет мистики. То есть, феномены таки есть, но просто можно быть... Понятия описать их правильно. Да, они описаны как бы примитивно, потому что им даны понятия субъектности. Надо их описать исходя из того, в чем они состоят как феномен. Да, надо посмотреть. Может, действительно субъектностью обладают какой-то. Может, действительно жилые существа. Кто его знает? Может быть, вот сейчас эта комната полна ангелами и демонами, всякими живыми существами. Они своков к меня собрались и слушают. И слушают, может быть. А может, просто недавно издеваются. Но поскольку я обладаю ситуацией вот этого нашего первого сознания, я научился их игнорировать. Ну, как вот ребенок, допустим, он рождается в стране европейской культуры, и он с детства, еще два-три года учится игнорировать у звуков их тональные различия. Ведь для китайца Ли, Ли, это два разных слова. Для нас Ли, Сон и Сон, это одно и то же. То есть от тона независимо. Еще считается, что в греческом музыке и в латинском музыке точно так же важна была длительность. Не, не обязательно длительность, я говорю тон, выше-ниже. А, важно длительность. А мы же ведь даже устранили уже и длительность. Да, вот у человека. и мы живем в этом мире, для нас тон не важен. Мы так вот нас тренировали свое первое сознание, что нам тон не важен и нам длительность не важна. Для нас это одно и то же разрешено различным тоном. А для китайцев и малайцев это разные слова. Слово Ли, Ли, это для него как бы два равных слова. Одно имя, второй фамилия. Ли, Ли. Для нас это не так. Ли, Ли. чего-то, чего-то мучиться. Это вот. Точно так же. Вполне возможно, что их вокруг у меня толпы. Я здесь сейчас сижу и просто меня так натренирован, так устроен, что я принципиально незамечен. Кто их знает. Но это, конечно, только гиполизы, скорее всего, никого и нет. Ну вот так. Таково. Потому что ты сейчас как бы отклонился в том смысле, что все-таки это опять же гуманитарное наступление. Да, это гуманитарное наступление. Это отступление было единственным гуманитарным. Да, потому что мы же говорим о технологии, говорим о феноменологии и технологии. И очень важно понимать, что мы эту ситуацию по помощи использования всевозможного рода глюциногенов, это может быть ляна специальная какая-то вагу мазовка, гиолицита, грибы, мы можем достигать этой самой ситуации без вот этого ситуации срокнического имущества, которое принято в русской йоге или в этом собственнохристанстве. Но я глубоко убежден, что ни одна религиозная практика, если она настоящая практика, никогда не отходится без психотропных веществ. Какие же вещества психотропные связаны с первым христианством? На самом деле, если мы на них посмотрим, то выяснится, что у них были так называемые пасущие силы, люди, которые не ели обычную пищу, а собирали только злаки прямо с полей. У столкничества точно так же. Бралась пшеница, она разбивалась, раскатывалась, потом с мукой получалась некая грубая мука, просто ручную сделана, смачивалась водой и таким образом употреблялась без сильнической обработки. Что мы знаем про пшеницу и про рож и про все остальные злаковые культуры? Что они заражены, как правило, грибком, так называемой спарнир. Там есть некий комплекс грициногенов туда входит. Но для нас наиболее интересно, что именно на почве спарнии впервые была санитизирована ЛСД. ЛСД, который является универсальным ключиком к тому самому психическому потусторонию, то есть ко второму стороне. По большому счету, совершенно нечаянно эмпирическим путем мученикам и первым христианам удалось подобрать, помимо определенного духовной практики, удалось подобрать некий фармацевтический ключик к другому новому миру. То есть вот такова значит она... Ну не только спарнир, но он рассказывает про опию. Вот это вторая. Лауданом там. Лауданом как-то я уже об этом тоже сказал. То есть если это первые годы христиан, то это спарния. Любая религия связана с определенным гулюциногеном. То есть все это спарния. Но я думаю канабляя здесь была. Более поздняя более интересная и более эффективная чем безусловно играл с опием. Есть большое подозрение до конца XVIII века то что Лаудан так называемый хрилий храмов это было просто просто хрилий опием. Совершенно понятно что после этого с людьми пристегли всевозможные неудивительные чудеса. Но ты пришел в храм тебя оботкнули таким образом и очень понятно что с тобой могут случиться всякие чудеса. И самое главное спасали от большого количества болезней. Ты приходил на своих бухам там происходила работа дотропиума курения и у тебя проходили боли происходило чудо это было совершенно технологическое понятное следствие христианства в этом и состояла по всей видимости сути любого христианского таинства есть еще вещь что пляска святого вида тоже под воздействием а не является болезней спектричества что произошло в восемнадцатом веке почему решено было от этого отказаться мы вспомним что по поваркюче на той же Руси алкоголизм то есть потребление спиртных напитков искусственно наслаждалось а до этого были так называемые чайные дома а чайные дома это по сути только опиум а опиум и курить что тогда как произошло это я основное делаю предисторикам которые должны дело это сделать но все это дело изучить более-менее но если мы говорим о первых веках христианства то фармацевтическая практика которая нужна была для соответствующей психологической практики основывалась как правило на нас паренье по всей видимости потом произошел определенный то ли прогресс поле переворот и она стала оказываться на опиуме но я хочу сказать что действия у них очень разные что опиум совсем не является ключом в другой момент как и героин не является он не является он действительно дает галлюцинации героин это как бы один из компонентов опиума ну вот любая опиумная группа не, ну просто есть есть такой трактат называется исповедь опиума манна и он там рассказывает о своих видениях там и там очень много галлюцинаций галлюцинаций есть но там действительно галлюцинации в отличие от ЛСД ну и нигде А в ЛСД не галлюцинации что ли? Ну я считаю что нет А, просто открывается новый мир? Да Вот Как раз конец середины 18 века и получилось таким образом рассветом гуманитарной философии религии все духовные практики связанные с употреблением ну вот ну сейчас в ЛСД например русская православная к стопничеству и восстановлому мученичеству относятся не очень хорошо как даже сказал отрицательно точно так же была уничтожена вот эта самая политика использования Влада неудача кем он только он являлся однако мы видим что вне как определенного рода гуманитарных рассуждений мы оказываемся в ситуации скромнировать некоторую теорию естественно научную теорию религии которая мне кажется оригинальной может быть я плохо образован пока не вижу чтобы кто-то всю религию пытался свести вот к такому естественному суду независимо от конфессии независимо от учреждений независимо от каких бы концепций это совершенно не важно совершенно верно это самое религиозное научение нет она верит что есть феноменология религии а у кого это построено любое честь да религиозное изучение оно случайное оно случайное согласись что если есть опыт ты можешь любую теорию построить ну много теорий по крайней мере ты понимаешь что ты например делаешь очень много вещей ты постишься в 3-7 день выправляешь какие-то вещи то ты ешь то ты не ешь не ешь свинину но между делом скажем да между делом ты раскатываешь вот собираешь это зерно раскатываешь его камнями разбиваешь замачиваешь такому размеешь тогда у тебя большое количество тех правил написано на сотнях страниц которые ты выполняешь они не важны а важны то что ты в этот момент употребляешь спорянику ну типа исиказма значит молчать и кушать спорянику что вот это это как бы существенно так же все религии между собой они различаются они между собой различаются у них есть теория между собой проламывают голову друг у друга сжигают себя в срубах что-либо еще но у тебя в каждом из них есть некоторое вот такое некий вариант который дифферентен к их содержанию но который реально существенен как того что ты включаешь утюг в розетку из электричества он нагревается и сколько надо уисить споряний чтобы создать имя славя где бог не имя но имя очень мало ты не поверишь нет а под это дело как это получилось была определенная духовная практика переживания в один прекрасный момент она столкнулась с неоплатонизм и очень сильно от этого пострадал то есть неоплатонизм совершенно не пострадал а вот эта вся штука она сильно пострадала и эта гуманитарная тенденция она развивалась развивалась и в конце концов было сказано что вот то что я называю позитивным содержанием содержанием шаманизма которое присутствует в учении оно совершенно не существенно то есть естественно научная часть а есть возникает такое некое гуманитарное учение но это связано еще как ты правильно нашел с утеей вот этой связи с первым субъектом да потому что все эти ты же как бы связь находишь это не объяснило находишь связь именно та что она позволяет отключить внутрь и вернуться ко второму и вот чем больше мы теряли связи с этим вторым чем больше мы понимали зачем оно нужно и чем больше более того наука доказывала что оно им не нужно да и практика наша культурная и социальная доказывала что вот можно жить разумной жизнью и начался век просвещения и все стали грезить тем что разумом можно все исправить все наладить все решить тем больше вот как бы все эти практики вот отступали и так это во мне да но скорее всего существовал от любого рода заговор даже элит может быть ну вот решено было вот это отменить я считаю что был я думаю что именно в 60-х годах было запрещено использование ЛСД которое до этого было совершенно свободным и решили именно шла за главную элит то есть элиты европейские в том числе наши об этом договорились но даже более того есть же простые как бы средства типа зеленые это средства как оно называется настойка какой-то травы который еще серебряный век у нас принимали как называется не помню настойка зеленая настойка какой-то травы не знаю я не знаю она тоже просто апелляционно нервная как Наталья она маленькая и его тоже даже запрещали ну вот таков примерно вас ну вот я все это еще как ты все просто свел как бы опять же наркотик холотропное дыхание существуют другие техники я хочу сказать что техника когда тебя распинают на кресте ты долго на нем бесишь по сути это такой кровавый и сложный технологический способ достигнуть той же самой ситуации которая достигает при помощи холотропного дыхания или приема ЛСД то есть Тима Тилери пишет по поводу тимирской книги Мертв что как бы типа того что но йога тоже как бы достигает да но йога ты не то достигаешь скорее всего с йогой возможно что ты учишься опускаешься на огромную настоящая йога же есть контроль собственного сознания как они это утверждают ну да то есть все эти упражнения это просто способ как бы продвинуться вперед а на самом деле вырежете о контроле собственного сознания ну скорее ты опускаешься на время не в сторону дешь как я говорил а опускаешься на время вот это йога но я просто не специалист я не знаю просто я к тому Я думаю, что не надо сводить всякого рода технику к каким-то, скажем так, наркотическим средствам. Потому что это действительно выглядело бы как пропаганда наркотических. Вопрос идет не об этом. Говорят, что много худей. Шаман, допустим. Он же наркотики не принимает, но он может и на койке. Он всегда принимает. У него же есть скамлани. А бег по кругу? Раньше такой существовал способ. Когда бег из круга, бег бегает по кругу, и они до сих пор существуют. Бег по кругу, и в этом беге по кругу, без всякого принятия наркотиков, тоже что-то совершается. Они входят в транс, да, определенного рода. Так это у всех и есть. Нет, просто есть разные практики. Эту практику человек интуитивно понимает и как-то пытается найти. На разных территориях эта практика достигается разными полями. Грибами, кто нашел грибы, трав, хамвар. Там разные способы. Самый вагварский, самый жесткий по отношению к человеку… Самое стязание. Самое стязание – это мученичество, столбничество. Это самый кровавый способ до туда дойти. Это самый худший. Самый болезненный. Тем не менее, он существует. Очень важно понимать, что все гуманитарное знание, это учение и что-либо еще, по своему вот этой практике, которую я описал, выглядит в качестве какой-то совершенно бессмысленной, ненужной добавки неуглотонической. Что суть религии, как мы здесь пытаемся показать, состоит совершенно не в этом. И таким образом, мне кажется, что нам тут всем дружно удалось построить некую новую оригинальную естественно-научную теорию религии. Единственное, что кому-то оно может показаться немножко хулиганским, можно так говорить. Потому что, знаешь, в академических кругах я сомневаюсь, что кто-то может проповедовать такие идеи. То есть, как ты сказал, что она является не гуманитарной, но даже, в принципе, предположить, что кто-то осмелится утверждать на самом деле, что есть некая феноменология, и эта феноменология держится на простой практике какой-то, да, и безотносительно концепции. Я вряд ли думаю, что кто-то согласится, что это именно так. Ну да, никто не согласится во каких-нибудь среде, но это на самом деле так просто, я хочу сказать. Не, ну просто если думался, и в Дельфах же ведь тоже, они же древние античные люди, они же доверяли очень Дельфийскому оракулу. Хотя только понятно было, и они сами это понимали, и знали, да, что тут вдыхает какие-то поры. Да. Причем эти, как бы, Дельфийские оракулы, они же недолго жили там, потому что порой там были очень гаитые. И тем не менее, они доверяли тому, что в Гаване Дельфийские оракулы. Потому что экспериментально было показано, и вот это описано, что, действительно, в ситуации предсказания будущего. Да, эти предсказания были действительно предсказаемыми, и, конечно, в завуалированной форме. Иногда над этим издевались, но, тем не менее, некоторые странные вещи же говорили. Да. Например, мудрость Сократа о том, что он должен познать самого себя. Как бы, это же Дельфийский оракул объявил, а не он сам, как бы, додумался. Да, это тоже, тоже, тоже. И вот с этими дагами, которые были у того сознания, в общем, человечество научилось охотиться с Экшеном. Научилось за ними охотиться, тогда умело этого и достигало. Ну, опять же, вот эти Дионисийский, вот то, чем занимался Ницшего, пытаясь сравнить, вот, и был, он же сравнивал два вида, да, два способа, как бы, отношения к реальности. Вот был аполлонический образ, да, вот как раз тот образ, который ты говоришь с первого сознания, да, который, образ, в котором есть рациональность, строй какой-то, мерность и прочее. И был Дионисийский строй, да, другой. И для того, чтобы войти вот в этот другой Дионисийский строй, люди собирались и, как бы, в некой пляске, в некой, как бы, безобразном поведении, там, упитии вина, там, и прочих каких-то, видимо, там, неизвестных средств, там. Они вот шли, да, и могли совершить совершенно невообразимые вещи, да, и, причем это считалось, Дионисийский праздник, это официальный праздник, считалось это священным праздником. Я просто к тому говорю, что даже опыт древних народов показывает, что вот это вот развлечение двух вещей, да, о которых ты говоришь, и некая дикость, ну, дикость с точки зрения аполлонического начала, то есть с разумного, с точки зрения нашего современного сознания. Есть некое внутреннее какое-то, да, вот такое сознание особое, в котором, как вот ты говорил про восторг, вот этот, про божественность, да, это же вот все как раз характеристики Дионисического начала. Они же как раз, действительно, входили в такой экстаз при этом, да, они входили в какой-то такой транс, который именно характеризовался именно как счастье. Да. Как бы, недостижимое никаким способом через вот эту вот разменность. Да. Всякая разменность, она просто разрывалась, как бы, да, вот, об этом Ницше и Шопенгауэр пишут, что вот эта покрывало мая разрывается там, и перед нами предстает реальность, как она есть. Да. Без всякого рода этих, без всякого рода понимания того, что представляет собой космос. Ведь космос – это нечто, как бы, скрывающее реальность, да, потому что космос, он изначально, от слова, происходит упорядоченность. Вот некая есть упорядоченность, и мы живем в этой упорядоченности. Она социальным образом детерминирована, да, потому что для социальности нужно, чтобы был некий порядок, некая иерархия там, допустим, некая размеренность. А вот эта денисичность, она же вносит хаос. Это вот, вот, постоянно есть боязнь этого вот первобытного хаоса. Все же произошло из хаоса, вот есть некий первобытный хаос. То, откуда мы произошли, то во второе сознание, второе детское, оно есть, на самом деле, некая хаотическая вещь. Знаешь, она дает нам жизнь, в том смысле, что дает, или ощутить нам полноту, как ты говоришь, там, и божественность. Но, с другой стороны, для социальности это просто хаос. Вот, видите, в денисическом порыве эти вакханки там, они же разрывали людей просто на части. И набрасывались людей, и разрывали их на куски. Причем это считалось вполне, ну, допустим, такая история, рассказанная об Орфее, да, на Орфее напали, как и разорвали. Да, это очень важно. Просто по всем вот этим практикам, которые были, денисических, надо внимательно на них посмотреть. Но мне вот тоже, я с Владом здесь соглашусь, в том смысле, мне кажется, что с подобного рода подхода, с подобного рода практик, типа денисических хоггий, можно много еще понять. Но даже сейчас, если думаться, на самом деле, мы живем уже как бы на некоторой грани, у нас вот есть некое поведение девиальное, да, как бы, например, сексуальные перевесии, там, всякого рода сексуальные, там, ну, групповые какие-то, ну, там, скажем, это общение, как сказать, сношение и прочее, и прочее. То есть есть некая, вот, как бы, граница, да, вот этого поведения нашего. Вот мы есть обычный, мы живем в организованном мире, в котором все это скрыто же ведь, на самом деле. А вот есть некая подоплека всего этому, да, и это тоже часть жизни. Об этом, кстати, очень много пишет этот Бартай. Он говорит, на самом деле, что вот этот вот размеренность, на самом деле, это не определяет человека, человек определяет некое безубежность. Да, и вот эта вот трата какая-то, знаешь, вот, как бы, вообще наша, сексуальная отношение, это всегда отношение траты. Вот мы, как бы, накапливают не для того, чтобы накопить, а мы накапливаем для того, чтобы истратить. То есть эта вот трата, она больше определяет человека, чем любое накопление. Потому, что вот в этой трате есть какое-то веселье, безубежность, какое-то раздолие, какая-то вот, какая-то вот жизнь, да, вот мы, вот, если посмотрим, например, литературные персонажи, там, допустим, даже наши литературу, везде мы симпатизируем именно таким каким-то транжиром, да, вот. Как будто какие-то вот, допустим, у нас, даже «До Братья Карамазы», У нас есть персонаж Иван, он какой-то скованный, именно с точки зрения западного философствования. А есть персонаж Иван, и он такой безудержный. Дмитрий Дмитрий неправильно говорит. Он же безудержный такой. Вся сама жизнь показывается, как какая-то широта. Которую он где-то крайности, с одной стороны, может убить, а с другой стороны, он может все прости. Он может потратить кучу денег. Я как раз думаю, что это как раз разный аспект одного перо этого самого сознания. Ко второму, я думаю, не Дмитрий, не тот, что описывает Батая, не имеет никакого отношения. То есть это просто первое сознание вот так устроено. Он иногда и тратит, и у него и безудержность есть. Но это всегда первое сознание. А как второе возникает? О неком другом. Дело в том, что безудержность, она же неразумна. Но неразумно тратит. Вот неразумно, например, пойти в Кабаку, условно говоря, и там все пропить. Неразумно. Я пытаюсь как бы какие-то мосты. Нет, это очень важно. Очень важно. Действительно, мне казалось бы, можно понять таким образом. Теперь можно сказать, что это не так. То есть через этого самого подростка и через Дмитрия Карамазова путь к трансперсональной практике, которая находится в основании религии, она не лежит. Поэтому Достоевский все время говорит о религии, но всегда промахивает с ним. Он всегда находится в рамках, как и Иван Федорович Петрович. То есть просто, иначе говоря, есть различные возможности, и они в смысле рациональности первого сознания просто осуществляются. То есть есть одни люди, есть другие. И здесь ничего такого особенного нет. Ничего такого нет. То есть то самое второе сознание, оно вообще специфическое. Оно прекрасно специфическое. А политическое творчество? Как раз я и хотел, помню, если вы вспомним, один из наших семинаров. Я и высказывал некоторую гипотезу, что как раз у нас, смотрите, есть наше основное как бы сознание, и оно все вещи существенные, оно тоже их блокирует, оно работает таким образом. А через сложность гипербола и метафоры и всего прочего мы прорываем, потому что оно сложное, первое сознание не может его заблокировать через сложность вот этой метафоры, мы прорываемся к нашему второму сознанию и начинаем исполнять как бы сихотворение для него. Если все очень просто, все предсказуемо, то первое сознание, оно блокирует. И сложность политической метафоры, она как раз в этом и состоит. В том, что вот эту блокаду прорвали. Поэтому, чем человек духовный уточнен и умнее, тем более сложные поэтические образы надо для него использовать для того, чтобы он получил наслаждение. Блаженны нищие духом. Молитва опять же к этому относится? Думаю, да. Именно поэтому не важно молитвы какие слова, а можно просто повторять одно и то же. Ну, видишь, так же у тебя из поэзии, тебе казалось бы, не важно какие слова повторяешь, умопадмахума или что-нибудь там еще повторяешь, повторяешь. Это не так. То есть ты должен порваться. Ну нет, я не знаю. Не, ну это по Иисусу молитве. Казалось бы странно, что с помощью Иисуса молитвы он же не Бога умоляет, а просто сам изменяется. Есть же такие практики, где Иисусу молитве считается многократно. Две тысячи раз, десять тысячи раз. Вопрос постоянно, непрерывный, да? И что-то происходит. Я думаю, что вот Иисусова молитва, она разновидность вот этой самого Камлани-шамана. Когда человек плет губен, и через Викторию входит в некое такое транс. И выхождение по клубу. Дело просто в том, что опять же восточные практики, там индийские какие-то, там же вот это кришнаитизм. Там же тоже простая как бы молитва Хари Кришна. И она тоже повторяется бесконечно. И опять же что-то изменится. В транс, да. В транс изменится. Может быть вообще не важно какая молитва, достаточно повторять какую-то фразу, да, там очень долго. Вот здесь надо разбираться, надо разбираться. В одно ли они состояние сделаем? С одной стороны, понимаете, да, разницу? Одна простая молитва, то есть одно и то же повторять, скажем, ритмированные строчки. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот это такая штука. То есть, это и шамам. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум… SAI В Танис, опять же, одно и то же не дезодвижение. Да, yea, Gazirch Moshno, Chmok. А ты входишь в эту вот эту ситуацию. С одной стороны. А с другой стороны у нас есть политическое, когда не человека, а продвинутого и духовно развитого, ему нужны стихотворения Мандельштама, чтобы тоже выявить ситуациетр, а продам, а вот, так сказать, а работа со языком и метафора, это очень сложная. Есть поэт, который представлен у нас тоже на сайте, Сергей Шестаков. Чем он знаменит? А тем, что у него с территорием очень сложный ритм. У него тянется, тянется, тянется. Ты уже забыл? И вот тебе на пятой строчке, через пятьдесятый, шестятый, приплала ритма. И от этого экстаза. И эти практики я не могу сейчас, я обязательно подумаю, их сравнить между вот этой простотой биения в губе и простотой обычного стиха. Тын, 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 тын. И вот этой сложностью в истории, которое есть у Сергея Шестакова, или сложностью к метафорам или гиперполам, которые есть у Васильевского штаба. К одной ли они духовные практики опинируют? Или к разной? Я на это не могу ответить. Это, кстати, очень важный вопрос. Ну, ты вообще-то каким-то образом весь платонизм и всю философию отбросил и сказал, что достаточно использовать некие технологии. А теперь возвращаясь к тому, что какая-то технология все-таки есть. То есть, это какая-то все-таки, какой-то платонизм все-таки есть. То есть, важно содержание. Ведь казалось бы, вот ритмизированное действие. Вот содержание получается, что и... Ведь смотрите, как... Важна форма. Нет, нет. А теперь получается, что и содержание. Нет, ну содержание в совершенно платоническом... Да какая разница, какому? Ну вот, например, психоанализ, да. Когда маленького ребенка, ему было очень больно, либо его, например, изнасиловали. Но взял основное сознание, об этом забыл и не помнит об этом. И все эти штуки, которые с ним происходят, она к этому и блокирует все попытки сделать. На самом деле, вот в этом есть немного сущность его как бы жизни, его бессознательного. Вот там изнасилование или что-либо еще. Вот психоанализическая ситуация. Ты через блокаду вот этого самого основного сознания, чтобы с ним работать, ты должен таким образом порваться. Ну вот эта ситуация энереза, будь то у Хеллинга, будь то у Эриксона. Она состоит в том, что мальчик или девочка описывают в постель, когда спят. И никак это объяснить, грубо говоря, нельзя. Почему? А потому что ты не можешь поговорить вот с тем вторым сознанием, которое за это отвечает. У тебя все подходы к нему блокируются первыми. И Хеллинга предлагает простую сказочку. Ну типа того, что пошла эта девочка с пелоснежкой семь гномов, а потом видит, значит, это вода течет. И вода сквозь крышу текает. Тогда она взяла кусочек этого кровли, молоток, лесенку залезла на эту штуку, на крышу и заделала. Ребенок, говорит Хеллинга, замирает, начинает от тела слушать, но понимает, что ему помогает. Таким образом, путем вот этого метафора, вот этой сказки, ты обходишь блокирующие ситуации первого сознания твоей для того, чтобы начать вступить в коммуникацию со вторым. Вот так Хеллингер говорит о этой ситуации. Эта ситуация классическая не платоническая, а психоаналитическая. И вот такая простая сказка, о которой говорит Хеллингер, она позволяет вам помочь ребенку справиться с энурезом, допустим. С умением приспособления. То есть все-таки содержание какое-то присутствует? Просто это содержание, оно такое, как бы… Да, оно вот такое своеобразное. Не гуманитарное какое-то? Да, не гуманитарное. То есть ты как раз блокирующие функции первого сознания, ты должен обойти. Сложность Мандельштановской работы с языком, быть может, я говорю, это попытка обойти вот эти самые блокирующие ситуации первого сознания, подойти ко второму. И чтобы оно явилось к нам сюда, и мы благодаря ему испытания некоторые переживаем. В этих терминах они говорят не о втором сознании, они говорят о бессознательном. Они о бессознательном. Ты деляешь все-таки как два сознания, они разделяют как сознание и бессознательном. Да, они говорят как о бессознательном. Ты-то все-таки имеешь в виду, что каждый из них представляет собой некую цельность, как субъект. Пусть один, пускай, является ребенком, а другой, как бы, взрослым, это не существенно. А они-то говорят, что субъект разби на как бы сознательную свою составляющую и бессознательную. Для меня это не очень важно, хотя тоже в этот полезный подумал. Но тем не менее, вот такая вот эта самая ситуация. То есть ты при помощи его обходишь. Твоя функция состоит в том, чтобы обойти вот такие контролирующие механизмы как бы первого сознания. А всякого рода это массовые мероприятия. Знаешь, есть же понятие массовое сознание, когда толпа собирается и она становится буквально как некой бессознательной силой. Потому что там происходит какие-то неведомые вещи. Да. Смотрите, я чего хочу, чтобы ресурсы второго сознания никогда не игнорированы нами полностью. Мы действительно чувствуем другого человека. Мы действительно обладаем свойствами эмпатии. Но мы как бы, наше вот это свойство чувства другого человека, оно опосредовано. То есть первое опосредовано вторым сознанием. Вот расстановки про Хелингер. Ты же тоже входишь в нормальные ситуации, нам вот эти все чудеса, которые творятся при восстановке про Хелингер, они нам не свойственны. Но ты когда входит в такое специальное изменение состояние сознания, тебя рискнул за слабом. Это моя гипотация, что в восстановку про Хелингер люди входят в ситуацию. Там, на самом деле, отказ от... От сверия. Да. То есть, ну как бы, не полное, но в каком-то отношении подчинение. Да. Но при этом ты оставишься в сознании, ты можешь себя это интерпретировать. То есть, ты получаешь какую-то информацию, а первое сознание может его высказывать и интерпретировать. Но, с другой стороны, опять, я напомню вам, что про Хелингера первое сознание, вот это, то есть, собственно, человеку ничего не говорит. Он просто действует в них три поступки. Это опять та же ситуация, что при пальцовом сигнале, ровно та же ситуация, что у нас первое сознание сильно связано с вербальной функцией. Как только у тебя в действие вступает вербальная функция, она эту ситуацию разрушает. Да? Казалось бы. Поэтому важно встать, посмотреть, как раз вот с этими жестами и всем этим положением. В пространстве. В пространстве, да. Мы связаны гораздо меньше, и мы расстаемся... То есть, сигналь пальцевый здесь как раз именно сигнальный пространственный, как люди поворачиваются в пространстве друг к другу. Да, типичный пальцевый сигнальный, кстати. То есть, более сложно. Похоже, да, просто. Очень более сложно. Ну вот. То есть, вот это... Вне ищевые способы взаимного отношения. Да. Ну вот, это вот такова ситуация. Я не знаю, как со всем этим делом работать. Действительно, сложность стиха Сергея Шестакова или Осипа Мандельштама на это дело положить. Но есть полное ощущение, что удается построить негуманитарную, как я говорю, философию религии на использовании... Не только религии. Просто им построить некую негуманитарную... Философию. Да, если так можно увидеться. Негуманитарную философию. Как бы на науку она не тянет, как на отдельную научную дисциплину. Это же так же и психоанат, собственно. Да. А вот на некое объяснение... Да, на некое объяснение. И очень важно, что мы теперь, благодаря покинувшему нашему анамотодоксу, да, Федбулату, который ему написал комментарий на это дело, понимаем, что на самом деле то, что философия является комментарием Платона на полях, что это является скорее большой проблемой философии, а не ее достижением. Это не то, что стоит гордиться. Но это то, что стоит преодолеть. Нет, просто тут есть весть, что философия, преодолевающая такую философию, перестанет быть философией. Да. Но, наверное, не гуманитарной. Если это, может быть, назвать, не знаю, каким-то другим словом, например, метафизика, там, в смысле, что метафизика все-таки это... Вот то, что после физики. Далее физика есть как бы нечто другое. Не физика. В смысле не физики, но она все-таки и не гуманитарна, она и не поэзия. Нечто такое. Вообще говоря, на самом деле, философия, ну, определенный момент, как бы, она вообще была ругательна. Называется философом было как-то там неприличным. Ну, сейчас вроде как возвращаемся опять от традиций. Ну, вот, по крайней мере, мы видим, что из сферы философии мы можем использовать естественно-научный подход. Ну, мы давно это практикуем, на самом деле. Потому что, в каком-то смысле, филоменология нашла с того, что она попыталась философию сделать как строгая наука. В этом есть некий нонсенс. Философия как строгая наука, это соединить философию и науку, это невозможно. Поэтому тут возникло как бы некое другое понимание, что есть некая филоменология, да? И вот она, вроде, с одной стороны научно, а с другой стороны философично. Да, но в филоменологии, самое что, забавное, что у нас осталось в том, как по предыдущему гуманитарному подходу. Ну, потому что ей некуда деваться. А вообще говорить филоменологии, по своей сути, это некая опора на опыт. Ты же опираешься на опыт, понимаешь? И можно двинуться в ту сторону, да, в сторону гуманитарного. Ну, его опор на опыт, как бы, она вот такая кажущаяся. Я как раз считаю, что филоменология – это одна из разновидностей такой гуманитарной. Нет, ну, если брать филоменологию конкретно Гусселя, наверное, это так. Но если брать филоменологию по сути, что такое филоменология? Она же началась с Декарта, когда Декарт сказал, что надо опыт. Взять опыт, да, не опыт репрессии. Взять опыт сомнений. И основывался на нем. То есть основывался не на высказываниях каких-то, не на каких-то там доводах, а просто основывался на опыте. Это началась с филоменологии. А уж потом она там была филоменологией Гегеля, филоменологией Гусселя, филоменологией Хайдекера. Каждый раз формы разные, а суть-то одна и та же, что всегда есть опора на некий опыт. Есть некие феномены, и эти феномены каким-то образом в какой-то логике феномены, они исследуются. Так вот, ты тоже взял некие феномены, феномены шаманизм, сколосопничества, приемы наркотиков, комбайнер, холотропные механизмы. Но есть какие-то феномены, которые, есть некое общество этих феноменов. Да, но... И ты попытался быстро некую эмбирическую теорию ведет общества. Уже внимание, что я взял с содержательной стороны. Ведь феноменология берет эти феномены, в смысле Гусселя, просто как абстрактная вещь. Просто как некую абстрактную вещь. Прогласен. В этом смысле это обычная платонская гуманитарная феномена. У Гусселя, да. У Гусселя может быть. Но вообще говоря, феноменки, по своей сути, это просто опора на упор. Иначе говоря, это попытка сделать философию как строгую науку. Как науку, которая обосновывает свои поводы науку. Как физика, например. Она физика. Можно назвать, что она феноменология? Да, можно. Да нет. Физика является феноменологией... В смысле Гусселя нет. Но не в смысле философии. Физика является феноменологией, но не философией. Физика, она и есть физика сама по себе. Но это разговор о словах вообще. Да, это разговор о словах. Просто я к чему выражу? Я считаю, что феноменология... Ну, это действительно может быть разговор о словах. Я считаю, что феноменология началась с момента того, когда философия стала опираться на опыт. Придумал некий философский опыт. Опыт рефлексии или самосознания. И попыталась на основе этого опыта выстроить знания. И потом это Кант основывается на опыте, Гегель, Фихт и все. Гайдегер основывается на опыте, Гуссель. Это, на самом деле, в некотором отношении попытка применить понятие научности к философии. Вот насколько может философия быть научной. На конце концов, даже если взять пример, как Маркс, опять же. Да, да. И когда ты говоришь, начинается рассуждение, что значит она будет научной, то ты оказываешься в ситуации гуманитарной философии. Нет, это понятно, что всегда здесь есть такая проблема, как мы каждый раз сваливаемся в гуманитарную философию. Естественно. А почему? Потому что есть некая традиция. Когда ты говоришь, что физика должна быть наукой, то окажешься в ситуации гуманитарной философии. А когда ты пишешь мнение Максула, то занимаешься физикой. Нет. Вопрос состоит от того, что есть разница все-таки, несмотря на феноменологичности физики и философии, что есть существенная разница, конечно, да. Потому что физикой опыт, если можно так сказать, объективный, он не зависит от каких-то субъектов, которые его ставят. Можно в конце концов повторить опыт, а есть некая повторяемость какая-то, общезначимость есть некий опыт. А в философии такой общезначимости нет. Один скажет, что у меня опыт такой, другой скажет, что у меня опыт другой. Понимаешь, и тут можно бесконечно спорить, но опыт разный, и что тут сделаешь? То есть здесь только может быть итеросубъективная значимость. Итеросубъективная значимость – это значимость как определенного ограниченного коллектива. Вот, допустим, как коллектива христиан. Для них на самом деле этот опыт столкничества, молитвы, поста, вот для них является общезначенным. Другой какая-нибудь практика. Допустим, шаман, он скажет, что тут как-то они неправильно, если надо действовать в другом. Для шамана это будет непонятно. А для, например, светского человека это покажется сумасшествием. Понимаешь? То есть есть некая все-таки разница, конечно, в феноменологичности науки, феноменологичности и философии. Потому что философия – это действительно другой образ занятий. И поэтому, когда ты говоришь, мне кажется, когда ты начал с того, что она не гуманитарна, не гуманитарна, она может быть основана только на феноменологии. Ну, философия – неудачное слово. Может быть неудачное. Я пытаюсь просто наставить на терьме, это, конечно, все терминологическое. Суть вопроса – это просто в опыте. Просто когда ты берешь… Основываться на опыте. Да, на опыте, правильно. Опыт, вот, либо он такой абстрактный, как есть у Гегеля и Гуселя, тогда это вот философия. Вот слово, оно, почему плохое? Потому что сразу же за ним Гегель, сразу же за ним Гегель. Да, согласен. Ты когда говоришь, у тебя сразу же… Да, согласен. Многие и всегда. А ты предлагаешь новый с опытом? Ну, а чего? Слово «наука» занято. Нельзя сказать «наука». А если есть научная философия, например? Если есть научная теория? Ну, я не знаю как. Ну, естественная научная, во-первых, нельзя. Ну, мага тоже занято. Все. Ну… Ну, да. Ну… Продолжение следует...